ПОПРОБУЕМ БОЛКОМ ЕЕ ВЫСТАВИТЬ 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 Так и так, здравствуйте дорогие друзья И нас наконец-то закончились январские праздники И надо выходить из печки и все остальное Выкладывать тест драйва В перерывах между геликами нам естественно надо снимать Обычные тест драйва И сегодня у нас Опять Кватра Сегодня мы находимся на льду У нас автомобиль Jaguar XE Самый идеальный, на мой взгляд, автомобиль для льда Задний привод на липучке 340 лошадей, компрессорный мотор Я долго Искал момент, чтобы снять этот тест драйв Но так как в Москве у нас огромные снегопады И нигде нельзя найти зацеп Поэтому давайте попробуем сегодня испытать его именно на льду Сегодня, естественно, мы полностью его испытаем Я вам расскажу про этот автомобиль, про конфигурацию Про салон Ну, конечно же, начнем мы с внешности Тазы-то валят, да? Что касается внешности этого автомобиля То, безусловно, она говорит о том, что это автомобиль дорогой Автомобиль выглядит просто шикарно Это 100% Jaguar Нет никаких классический фирменный стиль Огромная пасть Везде логотипы Jaguar Низкопрофильная резина Плавные контуры Но на самом деле надо понимать, что автомобиль конкурирует с такими серьезными игроками Как Audi A4, Mercedes C-класса и BMW 3-й серии Автомобиль самый широкий из этой четверки По остальным критериям, по-моему, он немножечко уступает Давайте откроем капот и посмотрим, что там под капотом Итак, по технической конфигурации Под капотом у нас надувная шестерка То есть компрессорная шестерка Здесь отлично видно у него У этого двигателя Компрессор находится в развале Такой впускной коллектор Обратите внимание, жидкостное охлаждение поступающего воздуха Ну, естественно, воздух у нас идет отсюда Здесь дроссель 340 лошадей 8-ступенчатый автомат Задний привод И заявленный 5,1 до 100 То есть, если вы теоретически Я не понимаю, как они достигли этого результата К сожалению, мы сегодня не сможем замерить Потому что у нас везде лед и все остальное Ну, вот, например, взять 333 лошади 3-х литровый TSI Audi A5 Она едет с 333 лошадьми Так же, как едет этот на заднем приводе Может быть, заслуга 8-ступенчатого автомата Я не понимаю, но задний привод Для заднего привода Здесь всего 340 лошадей И это 5 секунд, поверьте мне Это очень хороший результат Ну, в принципе, весь тонн на 600 Это неплохой показатель для этого класса Вот А так, в принципе Все, все надежно Просто никаких турбонаддувов Естественно, лучше было бы Этого оборудования 8-ка Но компрессорная 6-ка Тоже дает нам неплохой момент Особенно снизу Поэтому я думаю, что характер у этого автомобиля Достаточно взрывной Конкурентов по динамике, по-моему, нет у него В этом классе Потому что она едет Для заднего привода Повторяюсь Еще раз быстро К сожалению, это не очень актуально Для нашей зимы И сегодня, естественно У нас будут проблемы с динамикой Мы в полной мере не сможем ее Замерить Поэтому я решил, что если уж Ездить боком То давайте куда-нибудь на лед выйдем Чтобы посмотреть, как она рулится Давайте перейдем в салон Итак, садимся в салон Сразу же заводим мотор Потому что холодно И звук Я не знаю, слышится ли в камере Вот это подвывание компрессора Но вот он такой характер Звук просто шикарный Ну, на холостый, конечно же В 4000 оборотов он упирается в отсечку По салону, конечно же У нас люк Максимальная комплектация Везде кожа Абсолютно все Что мультимедиа, кстати Немножечко иная Не как в остальных там Ландровер и Ягуарах Но я бы отметил Я бы сюда добавил Вот это вот Знаменитые крутилки Которые стоят в Ягуарах Потому что вот это вот Не очень удобно здесь Регулировать климат Вот этими вещами Кнопками Потому что я считаю Что это их основное преимущество Все тот же у нас селектор То есть у нас С включается немножечко Придавливанием этого Селектора Так все Несколько режимов То есть это Спортивный режим Когда у нас Очень Чувствительная педаль газа Когда у нас Двигатели всегда Выкручиваются Именно В отсечку Машина становится Очень активной Вот Потом обычно Это авторежим Ну аналог Других Например Драйв селектов Так Экорежим Это у нас экономичный И снег И дождь Вот Отключение функции Старт-стоп Отключение системы стабилизации Здесь есть двухступенчатая То есть если мы Например Один раз нажимаем У нас выходит Табличка Трак ДСЦ То есть она Немножечко контролирует машину И корректирует ее В глубоких заносах Если мы Нажмем и удержим То Предупредительный сигнал И у нас система стабилизации Выключена полностью Поэтому мы можем Крутить там пятаки И делать все что хочешь Вот А так по салону Конечно Естественно Какие бы могут быть нарекания Фирменный руль Трехспицевый Все хорошо Топовая Акустика Меридиан стоит Сидение очень удобное Ну хотя бы Хотелось бы больше Боковой поддержки Здесь Они какие-то вот Стандартные Или красные строчки Как-то вот сделать Ну а так Нареканий конечно же нет Ну может быть Они во снигу По процессе Но вот сейчас все Открывается Закрывается Все замечательно Ну действительно машина стоит В принципе Три спайна миллиона Средний расход Автомобиль На данный момент Показывает 18 литров Ну это В режиме пробок Так И так Сажусь сам за собой Ну в принципе Места как всегда В этом классе Мало То есть Вот я упираюсь коленками Сидеть естественно Не очень комфортно И в дальнюю поездку Вы будете чувствовать Тебя очень скованно То есть Для двоих места хватит Троем уже Сюда Практически Не поместиться Дефлекторы Ну сзади Минимальный Такой набор Опций Для задних пассажиров Стеклоподъемники Дефлекторы Не заднего Климата нет Вот 12 вольтовая розетка В принципе все Ничего интересного нет Но сиденье Очень качественное Очень качественная кожа Вентиляция Все Это есть Этот Эволюшн Он какой-то вот Странный Вроде бы он Рычит хорошо А едет медленно Но сейчас мы сами Попробуем на льду Поехать Что у нас получится Потому что все-таки Задний привод Или пучка Давайте попробуем Что можно сказать Про этот автомобиль Когда мы едем На нем по льду То есть вот мы В обычном режиме Просто нажимаем газ Все Машина Машина уже понесла Но тем не менее Система стабилизации Сейчас отключена полностью Поэтому Соответственно Попробуем боком Ее выставить Уходим за нос Тректируем рулем О-о-о-о Пошла 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 Ну в общем Огромные проблемы У нас Мы едем С базовой системой Стабилизации То есть она работает Трак Именно То есть машина Дает нам Угол за носа Определенный Потом корректирует Вы это прекрасно видите Сейчас у тебя на приборах Но разогнаться Особо мы не можем Потому что Все-таки Липучка Низкопропильная резина Несмотря на то Что пятно контакта Большое Зацепа абсолютно нет Потому что у нас Лед Абсолютно Давайте попробуем За Quattro Попробуем За Audi Проехать Ну Давай-давай Quattro поехала Мы едем на ней Сключенной системой Стабилизации Немножечко Ралли Другой И как только мы И как только мы Попадаем наружу Нас конечно несет Вот она Полный привод И уехал Сейчас Нас несет Несет Включимся Чтобы вам было видно Заднюю Особо Здесь не разгонишься Но система Работает очень корректно На определенный угол Она нам дает Зайти А потом Если мы полностью Отключим систему Стабилизация Вот Легкий Легкая у нас Машина Мощная Шестерка И мы улетаем Альтеза Валит Вообще Пипец Что хочется сказать Даже в этих Даже в этих Условиях Автомобиль Управляемый Все-таки Мы включим Систему Стабилизации В трек Ну в принципе Кто сказал Что на заднем Приводе Сложно ездить Вот Видимо По льду Машина Контролируется Все нормально Самое главное Что она Управляется Более Аккуратненько Мы играем Газом Ну конечно 60 км в час По такой Трассе Это скорость Детская Сейчас попробуем Попробуй от меня уехать А я попытаюсь за тобой Подержаться Прям в полную Но уехать Именно Понимаешь В полной скорости Попробуй круг проехать Давай Да 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 Так Вот у нас Полный привод Уезжает Вот сейчас Уезжает Мы как ни давим Все равно Не можем догнать Нас немножечко Выносят наружу Мы постараемся Ехать По другой Немножечко Траектории Ну, 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 ну Ну Максимально держу на газу машину И пытаюсь Пытаюсь откорректировать газом В итоге и рулем Но тем не менее в любом случае, конечно Полный привод Чуть-чуть уезжает Чуть-чуть уезжает, да это очевидно Здесь вот очень скользкая И пошла-пошла-пошла Бочком-бочком-бочком Оп, выруливаем Давай-давай, пошел-пошел-пошел Давай еще раз Давай еще раз Да, ты езжай Ну, красиво как бы Давай, я за тобой Да Итак, дубль два Я немножечко Приучился Задний привод против квадро Опа А он хорошо едет Но он, конечно, немножечко Под газом сейчас пытается За счет полного привода уйти Но мы тоже боком едем А почему нельзя снаружи это снять Это достаточно красиво, мне кажется Наш ягуарчик 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 Ягуар полноценный Вот его несет наружу А мы по внешнему Радиусу едем Едем, едем, едем Едем, едем, едем И тут мы сейчас будем За счет Не, 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 не могу догнать Не могу Ну, у него резина шипованная Сейчас третий раз попробую Давай еще раз Давай еще раз Классно, давай еще раз Я хочу за тобой успеть все-таки Только ты дай мне разогнаться Не едь Давай, езжай Давай, давай, езжай Да, давай, езжай Да дай мне разогнаться Куда ты поехал Давай, давай Поехала, поехала Давай, давай Ну, кошка Кошка, цепляйся Липучкой цепляйся Ну, пошла Ну, 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 ну Давай, давай Ну Его тоже заносит Если мы сейчас две тачки разобьем Будет вообще весело Ну, пошла, 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 пошла Итак, Кватро против системы стабилизации На Ягуаре Кто кого Ну, 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 ну Ну, 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 ну Нет, нет Полный все равно уезжает привод Не на много, но уезжает Ну, конечно, тут еще шипы Шипы дают о себе знать Мы выравниваем машину Но никак Так, у нас вот Трешка BMW здесь улетела Ну, ну, очень скользкий лед, ребят Я вам могу сказать Очень скользкий лед Ну, давай, давай, давай Давай, корректируй меня Но Все равно ухватит, сволочь Но компрессорная шестерка Я вам могу сказать Дает очень хороший ровный момент И автомобиль Постоянно у нас Постоянно у нас Находится под газом Поэтому управлять легко Давай, ходом Давай, 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 давай Поехали, 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 поехали Вот сейчас мы Оба идем боком Выравниваем машину Пошел, пошел, пошел Пошла кошка Пошла кошка Сволочь заднеприводная Цепляйся давай Едет, 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 едет Но он еще, конечно, очень Выбирает такую траекторию Потому что А там на полном приводе Никак, там по-другому Морду не закинуть Но мы тоже едем Чуть-чуть боком Если вы видите, да, на экране Ну, 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 ну Выравниваем Все равно уходит Попробуем за бровку Может быть, зацепиться Так, у нас БМВ опять развернуло Давай еще раз А? У меня система Но, 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 пошла Там какая-то съемочная группа Вот, 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 так Так, тормознем, тормознем Почему-то у меня лобовое стекло запотело Давай, давай, давай Чей коптер летает? Непонятно Давай, Егор! Сейчас мы догоним его! Ну! Но его тоже вносят Один-один Тоже улетел Давай сам выйдешь, нет? Итак Значит, Audi у нас улетела Но Это, опять же, выкрутаса и все остальное Даже фирменный полный привод Quattro К сожалению, не может Нам помочь отсюда вытащиться Вытащиться, так скажем А, ну тут все Тут, смотри, покажи С этой стороны Это все Это надо вытаскивать Итак, в общем Вытащили Вытащили я Audi A4 И Приходим к выводу, что Приходим к выводу, что По льду нам лучше ездить, безусловно Трак ДСЦ Вот, например, смотрите Полностью даю газ Полностью Вот сейчас Так Система, типа, выключена Пошла, 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 пошла Дубль 3 Погоня за Audi Ну, давай, кошка, ну Ну, давай, 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 давай Сзади мы подключим камеру Мы чуть наружу возьмем Чуть наружу Его несет Его несет Он заходит за носом Мы пока едем по прямой траектории Вы обратите внимание, что сейчас я почти на газ не нажимаю Тут меняем угол атаки Ну, давай, давай, поехали Ну, 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 ну Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну-ну-ну-ну, пошло, пошло. Чуть-чуть мы уже привыкаем. Уже у нас скорость около 80, но неплохо. Повеличили, но все-таки. Еще трасса немножко замело. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. С полным газом машина сейчас едет. Обратите внимание, и держится, держится, держится. Красавица. Я бы пять поставил тем, кто разрабатывает систему стабилизации именно на XE. Я не знаю, может быть она такая же, как на других Jaguar. Но здесь она ведет себя просто замечательно. Легкий занос, то есть мы корректируем, корректируем, корректируем. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Тут у нас еще Альтеза на боевом шипе херачит. Смотрите, что творит. Это просто фантастика. Не-не, с разгона. Галят вообще беда. Да? Да. Выезжаем вместе с покатушек. Немножечко усталые. Система стабилизации у нас в стандартном режиме. Ну, опять же, классическая русская дорога. Все в ухабах. Там машины шлифуют, глубокий снег. Задний привод, липучка. Спокойно едем, надавливаем на газ. Система аккуратненько, аккуратненько нас стабилизирует. Слушай, убери там, пожалуйста, бутылку с водой. Она очень шумит. Поэтому я не думаю, что многие говорят, вот, задний привод не для русских дорог. Ну, мне кажется, все-таки, естественно, полный лучший. Естественно. Но, опять же, кому как, у кого какие особенности предпочтения в управлении автомобилем. Шумоизоляция, конечно, на этом автомобиле идеальная. Под колесами ужасная дорога. Сейчас, видите, даже чуть-чуть мы задели. Но ничего. Низкий клиренс нам не мешает. Гребем. Нищем. Но едем дальше. Вообще, конечно, такие машины покупают люди не для того, чтобы ездить на покатушке на озеро замерзшее, да? Но все-таки, как самая сложная дисциплина для этого автомобиля, надо было все-таки посмотреть, как автомобиль себя тут ведет. Это съезды, вот это вот колея, не колея. Конечно, другие журналисты возьмут и скажут, вот, он так классно ездит по прямой, там, в Мечково на асфальте. Да, это его стихия. Но когда человек покупает Jaguar именно у нас, в России, ему приходится сталкиваться вот с такими вещами. Что касается и владельцев там мощных заднеприводных Mercedes BMW, мощных переднеприводных Audi. Поэтому, я, знаете, что прихожу к выводу, опять же, задний привод, даже зимой, на наших дорогах, при правильном управлении, актуален. Но, опять же, здесь заслуга система с антипробуксовочной системой и система курсовой устойчивости, которая работает здесь очень корректно. Очень хочется сейчас мне выехать на дорогу и примерно понять, на что это способен автомобиль в динамике. Едем за семеркой на блокировке на каркасе. Хотя, все-таки, я думаю, что шипы здесь просто необходимо. Шипы это у нас все в России. Так, ну что, нас пустят? Чувствуете, да, как ЭБС работает? Ну, давай посмотрим, на что ты способна, кошка. Так. Ох, какая у нас... Давай, давай, давай. Мотор нереальный. Подхват снизу просто сумасшедший. Я, конечно, давно не ездил на таких мощных автомобилях со времен теста горячих хэтчбэков. Но этот задний привод едет очень даже ничего. Ребята, я вам скажу, очень даже ничего. Сейчас попробуем выехать. Опять же, включаю камеру заднего вида, которая постоянно у нас. Ну-о-о-о! Пошла! Вот это подхват! Вот ее стихия! Вот! Разойдитесь! Разойдитесь! Шикарно! Вот это я понимаю. И здесь у нас появляется ощущение руля. Здесь у нас появляется курсовая устойчивость. Здесь уже задний привод, я думаю, не большая помеха, потому что потери на полном нет. И вот здесь мы чувствуем динамику. Неплохо. Но, к сожалению, в снег, в колеса у нас набился снег. И как-то появляется вибрация выше 180, поэтому не будем ускоряться. Ну вот, просто пробуем. Газ в пол. В обычном. Подвывание компрессора шикарное. Специально ничего не говорил, чтобы вы услышали, но подвывание, оно просто поразительное. Ощущения от автомобиля на все 100% прям передаются, такие драйвовые. Труто. Что сказать? Мне очень нравится, особенно в совокупности, как работает коробка. Если в S мы переключим, так это вообще... И переведем режим. Спортивный режим. Вот, опять же. Ну, приходится на МКАДе. Звук шикарный. И ускорение просто пушечное. Как какой-то мощный пылесос такой, знаете, который нас вхерачивает в сидение. Очень похоже на мощный AMG компрессорный Мерседес. Вот почувствуйте ускорение. Вот сейчас на меня посмотрите. Сдуреть. Очень круто. Прямо аж как будто тебя в спину толкает со всей дури, когда ты просто пытаешься в спорт режиме. Вот еще раз. Подход сумасшедший. Сумасшедший. Автомобиль, конечно... Так, вот у нас впереди тоннель. Слушайте, ну здесь, конечно, нет у нас... Сейчас в тоннеле у нас снега нет. И мы пробуем сейчас опять. Тормоза просто фантастические. Да зачем на ней ездить по озеру? Ну это же просто машина для асфальта. И здесь она проявляется... Нормально. Очень хороший звук. Но я думаю, что... Удалось сделать конкурента мощным трешкам, Мерседесам и А4. Автомат просто феноменальный. Восьми ступеней переключает молниеносно. Может быть это ZF, но в спорт режиме он работает просто как... И плюс у нас есть переключение на лепестках. Пробуем ручной режим. И подымание компрессора такое, знаете. Шикарно. Надо нам где-то остановиться, записать выводы. Итак, какие можно сделать выводы? Потому что на самом деле мы сегодня использовали этот автомобиль. Но, наверное, этому Jaguar в кошмаре только такое снилось. Потому что вся эта зимняя история, она, по крайней мере, не для липучки. Но надо полагать, что, естественно, компания Jaguar хочет поджать на рынке BMW, Mercedes и Audi, выпустив этот автомобиль. В принципе, в нем есть все, чтобы это сделать. Потому что восьмиступенчатый автомат, мощный компрессорный мотор и, на мой взгляд, феноменальный разгон до 100 заявленный. 5.1 для этой мощности. Еще раз не повторюсь. Ходом едет она хорошо, но чтобы с места. Как должна система стабилизации работать, чтобы это разогнать? Это просто феноменально, на мой взгляд. Но, опять же, сегодня, естественно, нам не удалось с места замерить автомобиль. Но что бы я сегодня хотел похвалить, исходя из сегодняшнего зимнего теста? Это система курсовой устойчивости, система стабилизации, которая позволяет все недостатки заднего привода на такой резине компенсировать. И, действительно, здесь мы видим, что прогресс автомобильный идет вперед. Хороший салон, качественная шумоизоляция, но, опять же, вопрос цены. Все, примерно, конкуренты стоят так же. Поэтому решать все. Поэтому решать вам абсолютно, что, как и покупать. Не думаю, что сейчас самое удачное, естественно, время для покупки автомобиля. Но, тем не менее, чтобы деньги не терять, я думаю, в принципе, и можно инвестировать. Потому что, кстати, база в старте, эта машина стоит около двух лимонов миллионов. С двухлитровым дизельным мотором. И, опять же, на заднем приводе. Я считаю, что получился очень хороший сбалансированный автомобиль. Но, опять же, нужно сравнивать. Я думаю, что, опять же, когда у нас будет сухо, нужно все-таки сравнить и посмотреть, способен ли эта замечательная кошка бросить вызов BMW, Mercedes и Audi. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки. А потом у нас будет установка лифт-комплекта на Геленваген. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь в мои соцсети. И до встречи. Спасибо.